Ну, собственно говоря, пускай моя голова немножко режется. Ну, что, собственно говоря, вот мы и начинаем. Отловил я тут одного хорошего человека. Так получилось, что кто слушал аудиозаписи, уже знаком с Борисом Зыскиным, я записывался 4 года назад. Мы тогда говорили, почему жениться не надо, да, то есть вообще про демансипацию и что-то такое. А сегодня мы решили поговорить про другую. На самом деле, вот Борис, интересный человек. Многим он известен как интернет-тролль, такой толстый интернет-тролль, который постоянно занимается интернет-провокациями. Подбивает людей и говорит всякую чушь. И, соответственно, они не любят за это, да, не любят. А некоторые, наоборот, на него молятся, считают, что он социалист. Правда, я лично глубоко копая в Борисе, не вижу в нем именно социалиста. Хотя, наверное, что-то есть, но мы на эту тему тоже поговорим. Сегодня, внезапно из одних наших беседок родилась тема, которая мне показалась страшно интересной. Я поэтому решил записать ее. Я даже делал пробную запись тогда в Фейсбуке. И народ, посмотрев тот кусочек наш, сделанный на АБК, держал в руках айфон. Так крутился, всякое все дрожало. Был кругом шум, гам и всякая долгая рунда. Там заходили девушки с подносами. И тогда народ сказал, что это интересно, что наше занудство интересно. Тема тоже будет на слово «де». Если в прошлый раз было там «де-женизация». Да-да-да. А сейчас будет «деурбанизация», то есть «далой города», собственно говоря. Мегаполис. «Далой мегаполис». Но «урбан» это все-таки не совсем «мегаполис». Это «деурбанизация», не «деурбанизация», а «демегаполизация», получается. Да, ну урбанизация, как правило, почему-то ассоциируется с именно мегаполисной урбанизацией. Потому что маленькие города их, как правило, редко воспринимают как такое... Как город вообще. Ну да, то есть это считается несколько... Он... Населенный пункт. Лишен недостатков мегаполиса. Это ритм жизни, ужасный ритм жизни, ускоренный. Экология получше все-таки в малых городах. Ну, не считая там совсем уже тяжелых, типа «карабаша». Поэтому деурбанизация, как правило, это все-таки процесс именно ухода из мегаполисов. То есть... Ну, я могу, в принципе, пояснить эту тему, да, там, потому что почему... Вообще, то есть надо смотреть же, почему появились города как таковые, и потом из них вытаскивать... Почему их нужно делать где, самое главное? Чем тебе города не та самая? Ну, хорошо, начнем с... Значит, в принципе, города, они... Вот именно мегаполисы, чем они плохи, да? То есть мегаполис это очень скучное пространство. То есть человек, он находится... Мы, вообще, ну, находясь в мегаполисе, мы, собственно говоря, небо-то не видим. У нас стены, небоскребы, значит, огромное количество людей бесконечно. И часто города начинают обладать еще вплоть до того, что... Ну, Екатеринбург, он прям типичный такой пример, когда город обладает своим собственным микроклиматом. То есть в Екатеринбурге, ну, я как бы исследование не проводил, но по субъективным ощущениям у нас облачность достаточно частое явление. При этом отъезжая 100 километров от города, ты попадаешь в солнечную, значит, соответственно, облачность кончается, и начинается солнечный свет. По-моему, даже на территории самого города, периодически даже из района в район. Ну, возможно, да. Но вот 100 километров от города совершенно другое уже. Как гораздо меньше облаков у нас. Потому что облака, это, по сути, элемент, как они образуются. Это, значит, на неких микрочастицах конденсируется влага, да. Откуда берутся микрочастицы? Да это вот этот самый смог, который висит над городом. Значит, у нас львиная доля смога, это автотранспорт, стоящий в пробках и чадящий своими двигателями. Вот это все поднимается в атмосферу и формирует облака. Все элементарно. Вот я тебе хочу тут же делать добавочку к твоему тезису, мы продолжим. Просто я так вот начал вступление, не сказав, что мы пишем в Екатеринбурге. Сидим в славном уральском городе, третья столица, как принято было называть, при Советском Союзе. И, кстати, это город, который должен был стать именно столицей России в свое время. Один из трех городов, который выбирался, когда должна была быть отдельная столица СССР, отдельная столица Российской Федерации. Ну, я, честно говоря, ни разу не слыхал, что был такой вопрос. Я не рассказываю, это было, по-моему, это было в середине 80-х годов. То есть, решили оформить РСФСР? Да. Тогда соревновались города Екатеринбург, Новосибирске, по-моему, Нижний Новгород. Я могу ошибаться, но думаю, в интернете там можно найти. Мы находимся сейчас в столице Урала. В принципе, в очень европейском городе, намного более европейском, чем Москва. И отсюда мы делаем нашу запись. А к чему я обклинился, не про это даже сказать, а сказать о том, что вот Борис сейчас сказал, откуда берутся эти облака, и что якобы в Екатеринбурге все эти облака периодически загажено. Я бы хотел сделать такую поправочку, что я, грубо говоря, приехав из Москвы, считаю, что Екатеринбург страшно солнечный город. Потому что по сравнению с Москвой, здесь все время солнце, и эта область здесь минимальна. Потому что в Москве солнечные дни, тогда когда небо открытое, наблюдаются крайне редко. И жители, живущие в Москве, считают это праздником вообще. В большинстве, часть времени над городом висит такой глобальный смог. Я почти всегда цитирую Булгакова. Самая тьма накрыла, не на ненавидим попратом. Да, да, да. Слушай, ну Москва тем более, сам понимаешь. Чем больше город, тем больше он продуцирует этого, так сказать, агентов в атмосферу. Ну, и поэтому я-то про то, что город, большой город, мегаполис, он, соответственно... И есть еще такая тема, несоразмерность, психологическая этажность. То есть, высотные дома. Да, на самом деле человеку на высоте ему не очень комфортно. То есть, большая часть людей, мы все-таки предпочитаем жить там не выше третьего этажа. То есть, низкая малоэтажная застройка, она гораздо более приятна взору и как бы создает ощущение какого-то психологического комфорта. Есть же исследование, что выше определенного этажа просто жить невозможно, находиться дольше определенного периода, а тем более жить. Ну, есть, да. На самом деле, не знаю, есть, наверное, какие-нибудь горцы, которым хорошо там жить на скале. Но, в принципе, горцев не так много, мне кажется, среди... Хоть там нас и зовут горцами и горноуральцами, да, но... Просто психологически вот даже человек, когда находится достаточно на небольшой высоте, то есть там не выше третьего этажа, и когда у него еще создается вот этот обзор, то он себя ощущает гораздо комфортнее, ему очень просто гораздо проще психологически. И вот сочетание вот этих всех вещей, оно... Ну, там на самом деле урбанизация, она, в принципе, масса там. То есть, и сколько ты добираешься до работы там и до каких-то заведений, как ты... Внутри города. Внутри города, значит, сколько... Вообще, твои взаимоотношения с социумом, потому что, ну, да, есть, как бы... То есть, большие города, это анонимность. Она имеет свои плюсы, свои минусы. То есть, в принципе, с одной стороны, ты можешь потеряться, и тебя никто не будет искать, и ты, значит, будешь просто... Можно жить с соседями на одной площадке и ни разу в жизни с ними не пересечься. Так и есть. Да. С другой стороны, насколько это хорошо. То есть, я... Анонимность мне периодически нужна. Но, предположим, я считаю, что гораздо лучше, если бы я все-таки общался, наверное. У меня детство воспоминания такие, что как раз у нас там был какой-то... И у бабушки, и у меня, где мы жили, там была достаточно сплоченная атмосфера. То есть, люди там собирались, как-то ходили друг к другу в гости, помогали друг другу. Я там все детство провел у соседей, там, бабушка с дедушкой. Извини, ты сейчас как старый пердун, говоришь. Ну, так потому что я застал... Мир просто изменился. Мир такой. Ты начинаешь сейчас еще жалеть о том, что ты не ездишь на телеге, да, и начинаешь жалеть еще о том, что не высекаешь, там, не знаю, там, огонь, там, камня. Нет, ну подожди, ну, в маленьких городах это до сих пор, мне кажется, принято. То есть, все-таки люди друг друга знают. Нет, ну, там все-таки проще с этим. Маленькие города, они очень разные, на самом деле. Нет, безусловно, они разные. Это уже отдельный вопрос. Менталитет маленького города, это... В маленьких городах, на самом деле, есть свои нюансы. Я, как бы, не идеализирую маленький город. Почему? Потому что, если там хорошо, то там хорошо. Если там хреново в маленьком городе, даже психологически. Если там, грубо говоря, побороло, победила некая когорта людей достаточно примитивного склада ума, скажем так, то достанется всем, и сжить ее достаточно тяжело. То есть, маленький город, он просто, он однополярный становится. Большой город, все-таки, ты там можешь район поменять, там, в конце концов. Но дело-то не в этом. Вопрос именно в комплексности, потому что большой город... Город, то есть, вообще, надо изначально понимать, я, как бы, там, среди себя рассуждал, да? Тихо сам с собой. Да, собственно говоря, в чем был принцип, зачем формировались города, откуда они взялись-то? Значит, у нас есть два типа ресурсов. Информация и материальные ресурсы. Так вот, города, они решали проблему и с информацией, и с материальными ресурсами. То есть, они концентрировали в себе материальные ресурсы и концентрировали в себе информацию, что позволяло резко ускорить движение информации и материальных ресурсов. Значит, что мы имеем в настоящее время? С информацией проблема решилась напрочь. То есть, у нас нет никаких проблем обменяться информацией, там, на любых расстояниях. Значит, соответственно, город в этом плане теряет свою привлекательность, потому что в нем нет смысла, как в таком конгломерате. То есть, да, конечно, иногда хочется поговорить с человеком глаза в глаза, но, в принципе, ты... В городе как раз этого не сделаешь. Ну, есть там, как говорится, насколько это надо. То есть, в конце концов, тебе надо поговорить, вот, это некая установочная сессия, после чего по результатам этой установочной сессии вы работаете уже в дистанционном формате и совершенно нормально это все решается. Проблема остается пока с материальными ресурсами, когда, значит, надо, как бы, там, перемещать, там, переделы, идут какие-то вещи, значит, и надо двигать какие-то уже болванки, запчасти и так далее. Здесь мы уже просто, на самом деле, это вопрос, скорее того, что нужно немного напрячься и сделать, немного подрихтовать транспортную систему. Ну, предположим, вот, почему до сих пор ездят грузовые поезда, да? То есть, вот, там, тот же Илон Маск со своим, там, гиперлупом, это бред полный, да? Но то, что запихнуть поезда в трубу, он, на самом деле, прав. О, черта, гоняются до сих пор эти поезда. Создайте здоровую трубу и запихните туда эти поезда, которые будут гоняться, значит, там, с адской скоростью, значит, ну, не... Дорого это стоит. Тебе повторить спросили или нет? Да, 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 повторить. Он хочет. Тут к нам просто, я извиняюсь, мы просто сидим в кафе, люди о нас заботятся, они хотят, что мы ели, пили, они болтали о всякой чуши, вот, поэтому иногда будет извинить его, что надо приходить и спрашивать, повторить ли ему вот что-нибудь, то, что он ест, пьет, или не даст ли ему в глаз, вот. Нет, тут просто смысл в чем, что запихните в трубу, ну, там, не тысячи километров в час, там, да, ну, пусть это будет... Погоди, это сумасшедший денег стоит, вопрос, кстати, ровно в том, что не запихивают, потому что это просто, ну, дети уже ходят, затрат уже когда-то сделан. Нет, подожди, подожди, давайте рассуждать, значит, сейчас средняя скорость поездов, по-моему, по... Вот все с высокоскоростным транспортом, на самом деле, очень интересная вещь происходит, все бегают с высокоскоростным транспортом, круто, да, только это пассажирский транспорт, а что у нас с грузами-то происходит? Борис, давай не будем сейчас про транспорт, может, получается, что мы начинаем объять, объять, да, не будем обнимать необъятное, давай все-таки вернемся к... Нет, я сейчас чуть-чуть закончу, на самом деле, с грузовым транспортом беда, потому что железная дорога, она дает где-то скорость в среднем километров 15 в час, ну, 20 от силы, это грузовые вагоны ходят. Ну, да. Автотранспорт дает, ну, от силы, там, 40-50 километров в час, или в среднем разделить про... сколько там эта фура тащится. Она так-то и 120 сможет, но это как бы... Пустая? Нет, не пустая, она, может, нагруженная. Дело в том, что средняя скорость... На какой дороге должна быть? Средняя скорость. Средняя. Она тормозит, она ему надо поесть, поспать, заправиться и так далее. Вот. Так вот, но тем не менее, если захотеть, то вопрос с транспортировкой грузов можно порешать, и это исключает необходимость большого города. То есть, города могут быть достаточно компактные. И при этом, если они связаны хорошими транспортными системами, то они решают все вопросы, которые не знаю. Вот. Теперь, значит, дальше поехали, значит, по поводу... Собственно, как это все должно... Еще один плюс, почему нам надо избавляться от мегаполисов. Ну, тут есть два... Две причины. Значит, ладно. Сначала российскую причину. Значит, собственно говоря, я как патриот своей страны, я считаю, что надо... У нас, собственно говоря, огромное пространство не заселены. Ну, порядка половины, даже чуть больше половины. По злой языке говорят, что две трети непригодны для проживания. Так вот, насчет непригодности, это опять же, да, это вопрос технологический. Я говорю, злые языки, я не знаю, я не геолог, я не могу судить, вот... На самом деле, есть... Сейчас можно строить города под куполами, значит, там будет микрофиль. Вот, 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 про это и проси нас рассказать, по поводу и про купола, и про три твои точки, и про все остальное. Давай уже медленно переходить к этому, а то ты уже вступление делаешь, наверное, на полчаса. Нет, 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 так надо обосновать. Давай, обосновай. Обосновывай. Ну, как сказал Василий Александрович Мельниченко, он правильно сказал, что на землю без людей придут люди без земли. То есть, если мы не будем заполнять собой страну, то мы ее потеряем. Рано или поздно это произойдет, потому что, ну, как бы, собственно говоря, невозможно рядом с Китаем, с тем же самым, которым, значит, давление идет. Все понятно. Значит, теперь по поводу, значит, такого конспирологической теории, да. Значит, в последнее время такая тема муссируется, и эта тема, она как бы, она в открытом доступе. Называется она «Мировые города», но я, само слово «Мировой город» мне очень нравится, и как термин, я объясню сейчас примерно, что «Мировой город» – это город, который находится в некой стране, но он экстерриториален. То есть, кто знает, где находится, предположим, там, ну, Барселона. Ну, Барселону более-менее знает, она там в Испании вроде как бы. Но все знают именно Барселону, потому что Барселона сама по себе является притягательным местом. То есть, тот же Нью-Йорк, он сам по себе хорош. Америка канет в лету, а Нью-Йорк останется. Сильно. Ну, да, Нью-Йорк сам по себе – это такая Сан-Франциско, Беррия там и так далее. То есть, вот эти мировые города. Франкфурт, он не является столицей. Монако. Монако тоже самое, да, город, государство. Но они мировые, потому что они, в принципе, их территориальное расположение не важно. Людям интересен сам город сам по себе, потому что он создает, он уже стал неким артефактом сам по себе. Так вот, эта сеть мировых городов, она на самом деле, это такой глобалистический проект, потому что в последнее время вот эти разговоры, они уже пошли. Есть такой, мне очень, кстати, напоминает это все просто до дежавю. Есть такой Вадим Панов, писатель, у него есть такой совершенно шикарный сериал «Анклавы». Так вот «Анклавы», у него там прямо вот эта схема разрисована. Сериал написан еще лет 5 или не 7 назад. У него прямо там это все расписано. То есть, когда государства перестали быть чем-то значимым, а мир захватили корпорации, корпорации базируются вот в этих «Анклавах». «Анклавы» – это как раз вот эти мировые города. То есть, сформирована сеть мировых городов, в них сосредоточены все технологии, вся наука, все богатство мира. Государства, на которых они базируются, они их не контролируют, с ними заключены соглашения какие-то там, и все, а там пустоши, за ними пустоши. Мне сразу вспомнилось «Звездная война», да? Это самый знаменитый злой город, который практически всем управляет, да? Да, да. То есть, вот эта вот схема, она на самом деле, она сейчас фактически обсуждается на всех этих клубах. Она обсуждается в Давосе, она обсуждается на бильдербергском клубе, ну, вроде как по слухам. Ты везде ездил там, да? Нет, там просто… Зря, кстати. Нет, ну, бильдербергский клуб меня не приглашали. А это зря, кстати. Вот обратите внимание, бильдербергский клуб, вот Зыскина вам нужно обязательно пригласить, потому что он вам расскажет очень важную теорию, которая вам пригодится, я точно говорю. Нет, я боюсь, что это… Я к этим клубам очень плохо отношусь. Почему? Они тебе не пригласят. Там у них какие-то странные ритуалы. Вот они сейчас сидят нас слушают, вот после этого они тебя не пригласят, а до этого хотели. Ну, ладно, что поделать, не побывая на бильдербергском клубе. Короче, смысл в следующем, что вот это стягивание всех ресурсов в города, а это, по сути, подготовка к захвату мира, потому что, значит, там у него есть термин, но по-новому очень хороший, верхолазы. Верхолазы, значит, захватывают мир. Часть, значит, людей, которые нужны специалисты для обеспечения их жизни, они засасываются в эти города, а остальные живите как хотите. То есть там такой мягкий сценарий, типа там, как хотите, так и живите. Там в этих пустошах. Как хотите, что хотите, делайте. Там, значит, там обломки, какие-то кусочки, там подачки с барского стола вам дадут. Там медицину какую-нибудь такую корявую. Вечно вы жить точно не будете и так далее. Вот. Ну да, это, ладно, это отдельно. Отдельно, да, отдельно. Нет, просто у меня, я... Отдельно. Все, отдельно, да. Не будем отвлекаться. Так, значит, эзотерикой разобрались, значит, ситуация... Нет, о самом деле, это вот это слухи, периодически входящие по поводу, давайте сформируем 15 супер-агломераций. Они же все туда же, как наше правительство это озвучивает. То есть очень интересно смотреть, как вот мировые, как бы, повестка, она озвучивается какими-то людьми у нас. Какие-то набросы идут. То есть вот эта вот тема, она ведь действительно очень занятная такая. Ну вот, короче, в результате я начал рассуждать опять же среди себя, как же организовать нам жизнь, как нам реорганизовать Рабкрин. Куда пойти? Рабоче-крестьянскую инспенцию. А, вот. Статья была такая, у Ленина звонила. Ух ты. Короче, есть такая триада. То есть три вопроса. Первый вопрос. Это технологии. То есть нам нужен некий набор технологий, который обеспечит нам комфортную жизнь и все необходимое для жизни. Это понятно, это значит уже все, опять же, практически все реализовано. Надо только это немного там допилить, собрать и получится все очень культурно. Сейчас просто как это, не очень это все собирается, потому что никто этим... Никому нафиг не надо. Да, то есть это никто не финансирует. Следующий вопрос. Экономика. Экономика это... Я как бы в принципе за коммунизм, то есть безденежная экономика. Об этом мы отдельно понимаем, что ты за коммунизм. Да, но я просто как бы под экономикой я понимаю систему распределения и обмена. Что такое система распределения? Распределение это вот эта вот выдача необходимой пайки, грубо говоря, да, то есть некого базового минимума, который разного уровня, кстати. Когда говоришь минимум, все сразу же представляют там 400 граммов хлеба, что бы сдохли. Да, ничего подобного. Минимум может быть довольно... Может быть максимумом. Может достаточно качественным быть, да. Но смысл его заключается в том, что он для всех. То есть вот все его точно получают, гарантированно. А вот остальное, оно уже решается некими рейтингами. Сейчас это решается баблом. То есть денежный рейтинг, он решает вот этот вопрос. То есть когда яхт там по 120 метров на всех не хватает, то значит, соответственно, купить его могут определенного уровня люди. Себестоимость этой яхты, безусловно, не те там 600 миллионов, которые они платят. Она там, дай-то бог, там 10-20 миллионов. Вот в чистом виде, да. Ну просто чисто рейтинг, да, за престиж. И обмен. То есть у нас еще есть обмен. То есть некая, значит, ну люди там, как-то надо там перераспределять ресурсы и какие-то товары, услуги и так далее. То есть вот это вот обмен, это еще второй аспект. Экономики. На самом деле, как бы, она может быть организована на денежной системе. Причем этих денежных систем там может быть море. Она может быть организована на неденежных системах. То есть просто вот на неких рейтингах. То есть вот чем плохо рейтинг, предположим, полезности. То есть давайте проголосуем. Вот у нас есть, предположим, вот Оскар, да. Это типичный неденежный рейтинг. Правильно вопрос, что он неденежный. Ну, гипотетически. Еще скажи, небольская премия неденежный рейтинг. А ну, ага, почему она не денежная? Ну да, если отобрать деньги, которые вместе с ней дают. Нет, подожди. Ты же не платишь за то, что ты получаешь Нобелевскую премию. Не платишь. Тебе платят. Да. То есть, я именно про что говорю? Ты не можешь купить Нобелевскую премию. Все понял. Понял. Только заработать. Да. То есть, у тебя должны выбрать коллеги, понимаешь? Ну, ну, ну. Даже Оскар там тоже не... Ну, им можно, по идее, наверное, их подкупает, я так полагаю. Несмотря на то, что они пытаются и... Подкупать можно по-разному. Да. Ну, возьмем Нобеля. Нобелевская премия – это типичный неденежный рейтинг. То есть, выбирают люди, которые сами, в принципе, наверное, могут претендовать на эту Нобелевскую премию. Некоторые претендуют на эту нобелевскую премию. Да. Поэтому, значит, ты не можешь купить Нобелевскую премию. Это будет глупо. То есть, если ты купишь Нобелевскую премию... Давай вернемся к городам. Да. Ты это вырежешь. Я ничего лезать не буду. Все куском пойдет вообще. Ужас. Короче... То есть, это твой бред. В общем, экономика... С экономикой разобрались. Любая... Базис экономики может быть любой. То есть, на каком... На каких рейтингах она будет основана – это вопрос второй. Главное, что она обеспечивает товародвижение и услуги. Да. То есть, услуга движения и товародвижения. Но! Самое главное, о чем всегда забываю... Ну, не всегда, но в 99% забывают все люди, которые бегают с какими-то проектами реорганизаций жизни. Это социальная платформа. Я вообще эти платформы называю? У меня есть технологическая платформа, экономическая платформа и социальная платформа. Вот социальная платформа – это самое главное. То есть, это система норм и правил, по которому будет жить это общество. Вот с этой темой я как раз, по сути, последнее время, собственно говоря, забил на экономику, забил на технологии, потому что уже все понятно. Значит, у меня главная задача – это понять, каким образом все-таки сорганизовать людей. То есть, какие люди нам нужны, какие люди нам не нужны. О, как! Да! А кто не нужны? Чего? Куда девать вам? Они просто... Ну, мир большой. Вы чего сдохнут? А, жалко. Нет, подожди. Тут же ситуация же простая. Никто... Я за эволюцию, не за революцию. Революция, я считаю, каждый раз – это деградация, это откат на предыдущем. Но она поэтому называется рееволюция, то есть назад. Да, да. Вот, револьвер. Да. Вот, поэтому я за эволюционную. И, как бы, какая схема, грубо говоря, захвата власти-то, да? То есть, перехвата, так скажем, власти. Не захвата, а перехвата управления. Значит, надо создавать локальное сообщество. То есть, эти локальные сообщества, они сначала могут быть чисто виртуальны. То есть, это просто люди, которые настраиваются на определенную, согласуют свои позиции морально-этические. Группа в интернете. Да, элементарная интернет-группа. Она ничего из себя не представляет. То есть, люди просто обмениваются, общаются, согласовывают свои позиции. Согласовали дальше. Согласовали. После этого они могут оформиться уже в каком-то виде. Для начала можно оформиться в виде какого-то там, предположим, производственного кооператива. То есть, это просто некая схема, которая позволяет людям начинать постепенно зарабатывать и автономизироваться от системы. Почему? Потому что внутри кооператива у вас может быть денежная система, неденежная система, коммунизм, некоммунизм. Согласно закону о кооперации, все, что происходит внутри кооператива, вообще государство никак туда не лезет. Ни проверяющие, ни налоговое, ничего. Все, что производится внутри кооператива и потребляется его же членами, вообще никаким налогообложению не подлежит. Только те транзакции, которые проходят через границу с обычной экономикой, так сказать, они уже становятся подконтрольны государством. Следующая фаза. А почему бы вам не построить город? Давайте строить город. Почему? То есть, давайте автономизироваться физически. Это КМЖК. КМЖК, да. Нормально. Просто я к чему, как бы, я категорически просто против малых поселений, особенно на основе этих деградаций в виде там лапотников, которые там сурбу понатыкают. Значит, давайте там, в общем, эти амиши только российского разлива, да, то есть, электричество ноу, значит, лапти, да. Это, ребята, 500 человек, это даже 500 человек, это деградация. Вы вымрете через 2-3 поколения. То есть, это бесполезно. Надо хотя бы ты несколько десятков тысяч. Это уже на что-то похоже. Дальше. Думаешь, государство позволит тебе такое? А кто тебе не позволит? Вот смотри, я, в принципе, с юристами не консультировался, но взять вот такую схему акционерную... Я не уточняю, какое именно государство. Любое государство. Да, любое государство. Нет, а что? Ну, мы организовали кооператив, предположим. У кооператива может быть собственность. То есть, мы... Это не город. Собственность – город. Город, да. То есть, мы построили жилье, его сдаем в аренду своим жильям, членам. Сегодняшний день пока точно этого никто нигде не делал. По какой-то причине, возможно, это неосуществимо, раз никто, ну все такие дураки, не могли этого придумать. Нет, тут ситуация проста. Вот даже возьмем, предположим, проект Свердловского МЖК, да? Кто работал... Как формировался Свердловский МЖК? Свердловский МЖК формировался элементарно. Людям нужны были квартиры. Ну да. Соответственно, люди построили себе квартиры. Ну, обычная кооперативная застройка. Да, но кто себе построил квартиры? Да все, кто попал. То есть, могут эти люди... У них есть единая морально-этическая платформа. Вряд ли. Поэтому они просто построили себе квартиры, а дальше начался обычный вот, обычная бытовуха. Кто-то там, значит, на гитаре по ночам играет, кто-то бухает, кто-то, значит, там детей порит, там, я не знаю, значит, перемнём. Кто-то женщин. Кто-то женщин, да, бьет, значит. Или порит. Или порит, да. Ну, там уж, как говорится, у всех какие свои интересы. Кто-то мужчин. Ой. Я думаю, там были все вариации, да. А в среднем, это, как говорится, срез социума, да, потому что люди, как бы, жили, как они могут жить и как они умеют жить. Так вот, именно поэтому и важно. То есть, я-то здесь... То есть, вот эта вот штука, она, скорее, клубная система. То есть, клубная система, она характеризуется чем? Что ты в клубный дом не попадёшь, если все, так сказать, эти жильцы не проголосуют за. Абрамович, предположим, тихо пролетел там пару раз, причём даже, по-моему, его просто не пустили. Извини, там... В МЖК? Ну, в МЖК, да, миллиардеров. Есть там домик в Нью-Йорке, говорят, в котором он пытался... В Лондоне, там в Лондоне всё-таки. Или в Лондоне, да, он несколько раз в Лондоне всё-таки. В Лондоне там можно, там гораздо больше просто вариантов обломаться, потому что у них давние традиции закрытых клубов, и они как раз за деньги-то туда не пролезут. Ну вот, смысл в чём? Вот три платформы. Социальная, экономическая, значит, и технологическая. Про социальную платформу у меня даже написано, я её называю, белая книга формально, значит, это новая Библия такая. Ну, плохо тот еврей, который Библию не написал, да. Да ты еврей? Ну, конечно. Господи, с кем я рядом сижу? Я советский еврей. А, ну ладно. Я советский человек. А, вот это мне нравится просто. Я, да, я уважаю евреев, как и другие национальности, ничего плохого не испытываю, значит, но в данном случае я совет... В случае я тебя удивлю. Да. Я тоже нормально отношусь. Ну, замечательно, слушай. Редкостная талерантность, да. Такой локальный эпицентр толерантности. Да, да, да. Ну, ладно, к евреям и Библиям. Ну, вот смысл-то в чём, что люди очень, кстати, когда начинаешь говорить про какие-то морально-этические нормы, люди очень... На самом деле, реально, все цитируют Библию, потому что все считают, что вот 10 заповедей. Ребята, начинаешь с ними разговаривать, так давайте про 10 заповедей поговорим хотя бы. Я про 7 смертных грехов не говорю. Из них минимум половина, это просто чёткая... Чёткая... Правила общежития. Нет, это чёткая борьба с конкурентами. А-а-а. Нельзя верить в других богов, нельзя там то, нельзя сё там, да. Вот там, на самом деле, 3 или 4 заповеди там не упи, не укради, но не прелюбодействуй, причём очень интересная такая схема, потому что там два раза не прелюбодействуй, не вожелай жены ближнего своего, видимо, жена мужа-то может возжелать, ты так понимаешь. Это интересно. Да, то есть там такая... Это я так глубоко покнула. Асимметрия. Так, понимаешь, в спорах с верующими в результате наблутываются... Не будем с ними спорить, не будем. Нет, дело-то не в этом, я просто, люди не знают свои базовые каноны, дело-то не в этом. Это, к сожалению, религия не может быть объединяющим элементом. Почему? Потому что их много элементарных, поэтому нам нужна... И даже внутри одной религии есть разное представление о том, как надо справлять те или иные обряды. Да, это абзац полный. Поэтому если... Не будем их судить, это и вправо. Нет, я про другое, я говорю, что мы не можем договориться на базе религии, вот в чём проблема-то. Особенно в многонациональной стране, как Россия. У нас многонациональная страна, у нас многоконфессиональная страна, и поэтому нам надо договариваться на каком-то общем базисе, который позволил бы... Окей. Дальше. Ну, базис у меня строится на трёх там вещах. Как пирамида маслов? Нет, там на самом деле... Значит, у меня есть такое понятие благо. Ну, оно не у меня. То есть, главная цель человека – это увеличение блага. Ибо жаден человек по натуре. А почему жаден? Ладно, извини, я сам тебя ввел в сторону. Давай, давай, давай. Под благом может пониматься всё, что угодно. Понимаешь, у матери Терезы было благо сделать, так сказать, хорошо ближнему своему, и она от этого получала не меньше кайфа, чем, предположим, там, я не знаю, миллиардер какой-нибудь от какой-то своей яхты. Благо – это просто то, что ты считаешь благом. Это вот просто такая аксиома, аксиоматика. Главная проблема и, как бы, главный постулат – это ответственность. Кстати, насчёт блага. Я просто вспомнил, как к одному древнему-древнему мудрецу пришёл один древний-древний правитель. Кто-то сказал ему, великий, вот ты вот живёшь за городом, в какой-то саране, в какой-то бочке, что я могу для тебя сделать? Он говорит, ты можешь для меня сделать. Что? Отойди, ты заслоняешь мне солнце. Да, 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 отличная, кстати. Потому что ему больше-то ничего не надо было по большому же. Вот. То есть, ответственность. То есть, у нас проблема в чём, что люди, скорее как, нет, первое – это главное не ответственность, ответственность – второе – осмысленность. Вот самое главное – это осмысленность. Проблема в чём? Мы практически живём, как на автопилоте. Ну да. То есть, в нас вложили некие концепции, которые мы считаем правильные, но по факту они могут устареть, могут быть уже, мягко скажем, не очень адекватными, там, текущими реальными. И в конце концов, даже если они адекватны, ты должен их переработать и согласиться с ними. То есть, у тебя должен быть акт принятия. То есть, человек – рефлексия. У нас мало рефлексий. Мы практически не думаем о том, почему мы… То есть, вопрос «зачем» и «почему» мы крайне редко задаём. Если бы каждый человек часто задавал вопросы «зачем» и «почему» себе, окружающим, властям, в конце концов, да, то есть «почему вы это делаете» и «зачем вы это делаете?» «Зачем я это делаю?» Тогда жизнь даже достаточно серьёзно бы поменялась, потому что он осознал бы, что он, предположим, там, ну, там, классические, там, конфликты родителей-дети, да. То есть, дети, они часто просто живут, выполняя программу родителей. Они не задают вопрос «зачем он это делает?» А в конечном итоге он, наконец, каким-то образом, через психолога, через статьи, там, или ещё как-то там, в конце концов, просто там, столкнувшись с каким-то жизненным, соответственно, тупиком, он вдруг подумает «Вообще, как я живу? Зачем я это делаю?» Раз за разом. И вдруг на него доходит, так это ж не моя жизнь. Ух ты! Я живу вообще вот там. Это мне сказала мама, это мне сказал учитель, это мне сказал начальник, это мне сказал президент. Ребята, может быть, они что-то хорошее вам сказали, но вы сначала это продумайте. Своим умом. Своим умом. А после того, как мы сказали людям, что надо думать, я всегда это говорю, что надо думать и пользу своим умом, я вот уже много-много лет в записях с разными хорошими людьми об этом говорю. Вот сейчас после этого говорю, Борис, вернёмся к городам. Так, я тебе рассказываю про белую книгу. Белая книга – это здорово. Здорово. Так это социальная база. Ну, давай-давай, чуть меньше воды или пива в словах. Вот. Чуть-чуть больше конкретики. Так, ладно, хорошо. Конкретики. Это у людей ты уже утомил. Ты уже 30 минут несёшь всякую поргу. Давай конкретнее, конкретнее. Вот чем хороша была та короткая запись в Фейнбуке? Она была лаконичная. Поехали. Значит, города, значит, у нас города, значит, надо… Есть какая вопрос? Да, какая вопрос? Какая вопрос у нас есть? У нас первый вопрос – это надо где-то жить. Это точно. Второй вопрос – у нас нам надо где-то производить материальные, так сказать, блага. И третий вопрос – это нам надо где-то социализироваться. Да. Значит, третий вопрос отдельно обсудим с социализацией. Почему? Потому что это как бы вопрос нетипичный, он как бы его все игнорируют. Значит, жилой модуль. Жилой модуль – город на 50 тысяч человек. Меньше, я считаю, бессмысленно, больше тоже бессмысленно. Почему? Объясняю. Значит, я считаю, что внутри города быть не должно машин вообще. То есть, там должна быть пешеходная доступность, там, ну, велосипеды, там, какие-то, там, электро, там, эти платформы и так далее. То есть, это круглый город, радиус, там, 3 километра, условно говоря. Да, у меня уже 50 тысяч человек, застройка трехэтажная, там, максимум, таунхаусы. Значит, ну, конечно же, радиальная компоновка, в центре, там, общественные здания, там, и так далее. 50, наверное, многовато тогда все-таки. Нормальная упаковка. Значит, там, голландские архитекторы, там, они по накурке придумали такую плотную упаковку, которую упаковывают. Кто-то тебя хочет. А, слушай, я тебе перезвоню. Хорошо? Ладно, давай, давай, ага. Вот, в прямом эфире он кого-то послал, но это не важно. Потом кто-то увидит. Короче, голландские архитекторы, они придумали такую плотную упаковку, которая превышает многоэтажную застройку по российским СНИПам. То есть, даже 25-этажные здания не дают такую плотную. При этом, каждый дом фактически не смотрит окна в окна, значит, и получается... достаточно комфортная обстановка. Значит, теперь... Значит, вторая площадка, это модуль, это промышленный, производственный модуль. Там располагаются некие... Значит, они разных направленностей могут быть, условно говоря, производственные. Там они могут быть... Там это и заводы, и, значит, некие какие-то научные facilities, значит, там эти... Платформы мастерские. Мастерские, какие-то тут могут быть, да. Надо закопать металлургический комбинат под землю, там, где... И пусть он там ковыряет. Да, он ковыряет, и из него уже будут вылезать эти чушки, болванки, которые будут дальше уезжать. Пусть воняет под землей. Да, и потом это все дело взрывается и само закапывается. И мы больше не знаем. Вернее, скорее он там закапывает, то есть он как бы перерабатывает и своими же шлаками заваливает предыдущие ходы. Сразу же мы утилизируем все вещи. Да. Теперь, значит, по поводу третьего модуля, социальный модуль. Социальный модуль это вопрос социализации. То есть, да, 50 тысяч человек это мало. Просто когда, вот если как пример приведу, когда Иннополис, вот новый город Татарстане строят, они тоже вначале заложили 50 тысяч человек, им сингапурские там урбанисты-архитекторы сказали, не, ребята, вам хреновато будет, короче, потому что 150 тысяч надо минимум для того, чтобы это был автономный город, где будет необходимое разнообразие заведений там и так далее, и так далее. Я этот вопрос как бы для себя вот решил так, что, значит, не надо делать большие жилые модули, надо делать социальный модуль на несколько жилых. То есть, тебе в социальном модуле, он условно говоря, там на 150 тысяч человек одномоментного пребывания, но в нем должно быть большие всякие, большие какие-то структуры, там, стадионы, аквапарки, музеи, театры, какие-то развлекательные заведения. Туда могут приезжать люди из окрестных жилых модулей для того, чтобы просто потусить. Значит, процент потусить, ну, там можно и заночевать, там какие-то гостиницы там будут, еще что-то, и решаются вопросы потусить, а что такое потусить? Потусить, на самом деле, это генетическое разнообразие. То есть, ты живешь в маленьком городке, 50 тысяч человек, у тебя все там, ну, вот тебе не нравится никто из этих 50, из 25 тысяч человек, предположим, ты натурал, тебе никто не нравится, у тебя проблема, ты как бы остаешься без парок. Ты хочешь сказать, что у натуралов проблемы, правильно ли я понял? Проблемы у всех. А, я хорошо, я то испугался. Нет, какая разница, вот, предположим, это 25 тысяч женщин, 25 тысяч мужчин, ну, детей убираем, там, да, ну, по 20 тысяч, там, да, там, по 15. То есть, у натуралов проблемы с 15 тысячами девушек, там, или мужчин. Нифига себе, у меня не было бы проблем с 15 тысяч девушек. Ну, нет, ну, они, ну, часть замужем, там, часть... Хотя, я сейчас подумал, нет, была бы, много. Да, да, многовато, да, это тебе не 70-2 гурии даже. Да, да. Вот, поэтому, значит, люди хочется как-то расширять круг знакомств, как-то что-то свежее какое-то, просто вопрос, и, собственно говоря, и развлекаться как-то вот активно, там, да, просто вопрос процентажа. То есть, предположим, человек, там, 20 лет, ему, там, может, там, 3-4 раза в неделю хочется потусить, да, там, а человеку, там, лет 50, ему хочется, там, потусить, там, раз в 2 недели, да, то есть, это процентаж. Сколько, там, они будут проводить времени, это, как бы, уже их вопрос. Потому что, там, это у нас все соединено с экскурсными трубопроводными трассами. Погоди, я тебе перебью, чтобы было понятно, вот ты назвал этих 3 разных модуля, социальный, технологический рабочий этот модуль и, как он, жилой, это называется? Жилой, это жилой, это жилой модуль. То есть, это, по большому счету, как бы 3 разных города. Да, специализированных. Только в одном люди просто живут, в другом люди просто работают, а в третьем просто развлекаются. Причем, я так понимаю, что там, где развлекаются, туда могут люди приезжать из других жилых. Именно там-то они размножаются. Нет. Ну, я не в том смысле. Нет, они там знакомятся. Ну, я это и не имею ввиду. Я не говорю, что они прямо там трахаются. Я говорю, что они там в другом, все пахнут. Они там и трахаются, безусловно. Безусловно. Безусловно, за шторки где-нибудь там. Да, да. Нет, там есть гостиницы, совершенно все культурные. Смысл в чем, что вот это все города, они образуют между собой сеть. То есть, это такая сеть. То есть, в городе, где живут, вообще не работают. Ну, кроме дворников там. А, вот про дворников отдельно. Хорошо. Сейчас скажу. Давай, давай, давай. Вот. То есть, они там просто живут, отдыхают. Спальный район. Спальный район, да. То есть, город, спальный район. Спальный район, да. Один город, это рабочий район. Один город, это спальный район. И один город, это такой Лас-Вегас. Да, да, да. Примерно так. Значит, и они образуют, так называемую, сеть покрытия. То есть, это некий граф, которые, они как бы между собой соединены все. То есть, ты из жилого, значит, с каждого модуля можешь поехать, там, минимум, в 3-4 производственных. Ну, чтобы иметь выбор. Ты можешь поехать, там, в парочку социальных, значит. Ну, и там, с соседними жилыми модулями ты тоже соединен, соответственно. Теперь по поводу режима для начала, да. То есть, жилой. Это режимное все. Да. Жилой. Нет, безопасность, она имеет свою. То есть, мы говорим о безопасности. Безопасность имеет свою обратную сторону, это, значит, отсутствие анонимности. То есть, жилой модуль, в нем могут находиться только люди, которые, ну, имеют пропуск в этот модуль. Значит, к ним могут приезжать гости, безусловно, проблем нет, но под ответственность людей из жилого модуля. То есть, они их приглашают, они за них отвечают. Дальше, значит. Полное, тотальное покрытие видеонаблюдения всех общественных пространств. Общественное пространство – это то, что не квартира. Квартиры, понятно, видеонаблюдения нет. Ну, туалеты. Ну, туалеты, да, наверное. Вот. Ну, соответственно, освещение, там все вот это. То есть, это, значит, тема, понятно, да. То есть, это безопасный город, вот, доведенный до предела. Значит, теперь в производственных модулях то же самое. То есть, там работают люди только те, которые, значит, либо там постоянно работают, либо, значит, по приглашениям. Соответственно, приглашение отвечает. Более низкая степень безопасности в социальном городе. Потому что, ну, там чисто физически, значит, чтобы обеспечить большую приватность, значит, там, соответственно, некоторые зоны, они, может быть, там не покрыты, но люди знают, где есть, как бы, лакуны, да. И они там, соответственно, это их выбор. Идут они туда, не идут. Но, тем не менее, там есть какие-то кнопки, там, дежурного, там, вызова, чего. То есть, мы все-таки предполагаем, что подонки могут быть. Ты знаешь, люди, они, я, на самом деле, в людей, я считаю, что люди добры по природе, да. Но, ну, бывают пограничные состояния какие-то, там, у всех бывают проблемы, там, да, в жизни, там, еще какие-то. То есть, мир будущего, даже вот такого вот коммунистического, он не исключает, к сожалению, там, каких-то вот чисто... Моральных уродов. Да не то, что моральных. Там, скорее, будет какой-то, этот, возможно... Нервный стресс. Да, стресс. Просто чисто какой-то, вот, ну, как это, мне это понравилось, что... Когда у тебя физическое недомогание, ты это осознаешь. А когда ты головкой стал плохо, к сожалению, ты, значит, ты это зачастую не осознаешь. Вот в чем проблема. То есть, у нас получается некая сеть. У нас получается некая группа городов, где люди только живут. Есть некая группа городов, где люди только работают, из разных городов, где живут, они туда перемещаются. И некое количество, скорее всего, наверное, меньше городов, где они развлекаются. Нет, конечно, конечно. То есть, там... Да, тоже есть разных городов. Да. Все равно они так иначе между собой как-то связаны. То есть, соответственно, человек, потрудившись, перемещается либо домой отдыхать, либо в город для развлечений, из города для развлечений домой, либо опять на работу и так далее. Ты знаешь, я понял, что такая схема уже существует. Я. Тюрьма. Ну почему сразу начинаются киды? Потому что равно так и есть. А ты сейчас как живешь? Не-не-не, весь мир тюрьма, мы это знаем. Просто тюрьма разрозненная. А там как раз как-то и говоришь. Вот здесь камера, куда ты перемещаешься отдыхать, спать. Есть место, где ты можешь там... Нет, ну почему нет, подожди, нет. В жилом модуле есть локальные способы развлечься. Там кафе есть, там есть... Ты не поверишь, в некоторых тюрьмах, не в России, кафе тоже есть. Да, они там замечательно живут. И магазины есть. Да, они там замечательно. Они в этих тюрьмах замечательно живут. Да, в кое-где замечательно живут, и не очень. В Норвегии вот охренительно живут. Там показывал Майкл Мур в своем фильме, посмотри фильм Майкла Мура. Да, охренительно живут чуваки. Знаешь, у нас там многие мечтали бы о такой тюряге, знаешь, там. Просто вообще вот ни хрена не делают. Курорт, блин, там, три звезды. В общем, это совершенно... Сейчас люди живут гораздо хуже. Нет, понятно, что люди живут хуже. При коммунизме-то ясно делал, что лучше вы будете жить, это же известно. Нам это долго сказать? Пардон, это я тролля-троллю, это нормально. Я понимаю. По-другому быть не может. Короче, каждый раз начинается про тюрьму. Я про эту тюрьму... Я тебя сейчас усугублю. Давай усугуби меня. Я сейчас усугублю. Усугуби меня, но только не больно. Больно будет. Давай, потерплю. Вот, это было вообще весело, конечно. Короче, каждый раз, когда я читаю про какие-то вот эти вот все города будущего, значит, там, есть такой простой вопрос, я прям вот конкретно скажу. А кто будет говно убирать? Дворники. Так. Откуда у нас возьмутся дворники в мире будущего? Скажи-ка мне, на милость. Откуда же откуда возьмутся министры? Ну, и как ты себе это представляешь? А ты знаешь, удивительно. Ну, вот твоя версия. Нет, ты знаешь, удивительная вещь, есть на самом деле люди, которые любят убирать. Двор мести там, и тогда такие люди есть. Я даже некоторые знаю. Короче, я считаю, что людей, которые говно выгребать любят, это как бы такая... Понимаешь, говно выгребать, это понятие очень абстрактное. Нет, я говорю про конкретное говно, понимаешь? Ну, я понимаю. Вот, понимаешь, вот у тебя... Нет, ну, извините, копаться в огороде, это тоже разбрасывать говно. Нет, подожди, подожди. У тебя вот просто забилась канализационная труба, понимаешь? Кто будет тебе ее чистить? Сантехник. Откуда сантехник возьмется? Из ЖЭКа. Откуда он вообще возьмется? Вот кто согласится делать эту работу, если никому... Если всем одинаково платят. Ну, вообще, да. Так вот, я-то этот вопрос решил, в отличие от... Нет, на самом деле, единственный проект, который раскопал... Ребята там, подмосковный город, значит, они там решили сделать тоже подмосковный город. Они, по крайней мере, честно написали, мы будем нанимать мигрантов. А, вот так. Но за хорошее поведение их будут натурализовать. В смысле? Ну, то есть, они могут стать полноценными жителями города. Я уж испугался, господи, про другую натурализацию подумал. Ну, ладно. А, ну, из геев, да, вы натуралы. А, вот. Короче, здесь все просто. Значит, жители города обязаны отработать 4 часа на общественных работах. Общественная работа распределяется следующим образом. Вывешивается список. Значит, ты выбираешь эту работу, никто ее не выбрал, назначается в порядке очереди. Все. Теперь. Но. Есть их позитивная вещь. Не хочешь делать сам, изобрети роботов. Вот, вот, вот. Это как раз то, про что я говорю. Почему скоро огромное количество людей останется без работы? Потому что все больше и больше роботов. Роботов, которые в буквальном смысле слова такие человекообразные, которые что-то делают. Так и роботов, которые в виде станков, которые просто заменяют. Ну, целый завод заменяет практически линии робота. Это отдельная тема, ну, давай сначала про города, да, потому что отдельная тема, чем люди будут заниматься при коммунизме, и чем пирамида Маслоу и процесс, и результат, разница между процессом и результатом. Это там, у меня на эту тему уже тоже ответ есть. Потом уже 40-х тысяч минут. Да, да, да. Значит, смысл-то в чем? Ну, вот, то есть, соответственно, такая схема, она на самом деле очень этичная. То есть, люди просто, либо они переворачивают это дело автоматом, либо, значит, ну, сами говно убирают. А что делать-то? На самом деле, работ хватит. Часть реально, как бы, ну, там, кому-то водопровод чинить там нравится. Ну, пусть чинят водопровод. Я просто и говорю, что я вот верен, чтобы водопровод не в падлу поместить там это. Но, с другой стороны, еще же есть такая тема, что при таком раскладе гораздо меньше народу будет гадить. Потому что, когда ты понимаешь, что ты, как бы, завтра будешь мести эту же мостовую, и там будут валяться всякие мусоры, значит, которые... Некоторых это не спасет, потому что это уже разность психологии. Вот, тут на самом деле, я как раз говорю, что именно разность психологии даст нам возможность выбора. Потому что есть, на самом деле, люди, которым будет нравиться, ну, как называешь, убирать говно. Это просто утрироваешь. Может, вот для меня, предположим, копаться в огороде это то же самое. Ты можешь выбрать работу. То есть, ты можешь выбрать работу. Проблем нет. Я говорю, что просто для меня копаться в огороде, это примерно то же самое. Вот, для меня это неинтересно, да? А кому-то интересно. Нет, я согласен. А я знаю даже людей. Более того, моей жене это интересно. Там еще много кому это интересно. У меня огромное количество знакомых. Скажем так, большинство моих знакомых этим интересно. Более того, многие из них совершенно не нуждаются в плане экономики тому. Это для них именно из удовольствия. Нет, здесь такая шутка. Чем больше возраст, тем ближе к земле. А там нет. Даже не от возраста это зависит. Это правильно, потому что я знаю людей, которые, во-первых, девушки, которым в принципе 20 лет. Которым тоже в принципе это... Это тельцы. Да нет. Знак земли. Я тебе должен огорчить. К сожалению, это не тельцы те, кого конкретных я говорю. Да у нас там знак земли. Делы еще и козероги. Ну, козероги. Ну, козероги. Вот. Поэтому, соответственно... Моя зодиакальная модель. Зодиакальная модель. Вообще лучше спустить в унитаз. Ну, это отдельная тема. Есть, есть. Ну, ладно. Это отдельная тема. Ну, в общем, смотри. На самом деле смысл-то в чем? Что нету людей второго сорта. Нету. Все люди первого сорта. Нету. Разумеется, в городе прямая демократия. То есть, никаких там альтернатив. Прямая демократия. Собираемся на площади и голосуем рукой. Да, ну, прям. Нет, ну, это уже не прямая демократия. Наш век. Мобильные приложения. Да, не смесками. Да. В принципе, это то же самое, что голосовать рукой. Ну, да. То есть, тебе практически к каждому человеку привязан некий номер, который является его телефонным номером, социальным. Ну, как в Америке, номер социального страхования. И он голосует с помощью этого номера. В том-то и смех, что сейчас нет никаких технологических ограничений для того, чтобы хоть сейчас вести прямую демократию. Потому что технологии это позволяет. Никто даже вопрос не ставит о том, что, а давайте. То есть, единственное, кто сейчас вот что-то пытается делать, это Исландия. Ну, исландцы, они вообще отморозки. Ихуй на них народ смотрит и просто говорит, о, парни, ну, вы, блин, даете, да. То есть, там, банкиров посадили, долги не отдаем. Два года назад было, по-моему. Да, да. Сильно было. Ребята просто, да. Вот они реально проводят эксперимент. Потому что они, ну, у них очень сплоченная, с она небольшая, она, как раз, компактная, чё ты говорил. Да, да, да. Они очень компактные и очень автономные. Да. И туда, кстати, никто не рвётся, потому что реально… Потому что погода там ничего хорошего. Климат, говно там у них. Ну, это тебе говно. Кому-то нравится. Ой. Да, некоторым просто, ну, как нравится. Некоторым просто, просто, есть такое понятие родина. Знаешь, вот как в анекдоте. Да, да, да. Просто, яфьякудли. И это… А я такие классные кадры видел с Исландии, поэтому, ну, не знаю, насчёт жизни. Не, ну, летом, летом там ништяк. Им ништяк. Им ништяк, а зимой я видел. Ну, зимой. А вот у них межсезонье, которое по полгода… Мне от люди понять не могут, чё мне нравится, не в городе, а именно далеко, где больше глушь в жопе, где сугробы по горло снимать. Вот это, ну, нравится. Тебе надо, слушай, тут опять очередной раз, на маяк приглашают семью, полгода без интернета. Это не проблема. Вертолет прилетает раз в квартал. То есть, он привозит вас, через три месяца приезжает 800 килограмм там всякого хабара, значит, с собой, ну, и еда там и прочее, значит, остров 1,8 квадратных километров. Я бы с удовольствием. Я вообще, на самом деле, шикарно. Конечно. Если там взяться по электронную, электронную библиотеку, там, нормальный компьютер со всякими этими… У меня практически все мои книжные полки на один мой iPad входят. Ну, в принципе, я бы полгода просто покайфовал. Конечно, я и год могу. Да, ну вот. Особенно, если же очка есть. Фу, какая проблемка. Нет, там все же ништяк. А остальные, фу, я с удовольствием. Где это раздают, я хочу. Все, я не знаю, какие-то Мальдивы, я не помню. Я тебе скину с ума. Не надо, я все равно не поеду. Нас туда не возьмут, мне жалко. Вот, поэтому, значит… Ну, то есть, фактически всю… Сейчас, чуть-чуть докончу, значит, вот эти города образуют кластеры, вот такие сети покрытия, кластеры. Между ними по всей стране проложено две или три магистральных, магистральных, значит, магистралей. То есть, магистральных маршрутов – это, значит, вот схема просто снабжения, перемещения больших объемов на… между кластерами, да, то есть, соответственно. Вот. И вот это такая схема. Большие города исчезают как класс, они нафиг не нужны, потому что, как бы, смысла у них никакого не вижу. И получаем, соответственно… А, ну, один из видов промышленных зон – это, соответственно, промышленных модулей – это военные модули, да, то есть, там на границе у нас эти военные модули стоят с радиолокационными станциями, ракетами и так далее. В общем, короче, производственный модуль – это, на самом деле, такое многообразная вещь, которая, там, содержит в себе все, что нужно, там, масса вариаций, вот. Вплоть до… Один из видов производственных модулей, кстати, это, там, музей, то есть, какие-то ландшафтные, то есть, там, когда, там, люди бесконечно пытаются сохранить некую культурную, там, значит, традицию, да, вместо того, чтобы просто законсервировать кусок городской среды, да, значит, там, или деревень, и вот это будет просто, вот, оно должно просто быть, и все, и там ничего не должно происходить, потому что это музей. Вот. Этих вариаций может быть масса, то есть, производственный модуль, на самом деле, это не только, там, какие-то станки, да, то есть, это науки, реакторы, значит, производство каких-то кораблей, там, военная какая-то инфраструктура, музейная инфраструктура и так далее. Вот. И вот такая вот структура, она просто создаст реально такую приятную для жизни страну, где люди… И главное, это ведь, главное, то, что в эту структуру, то есть, главная мысль, которую придется внести, это это не тюрьма, тюрьма будет снаружи, потому что туда будет очень трудно попасть, и можно будет совершенно спокойно оттуда вылететь. Нарушение правил общежития, это просто вот дружок на выход с вещами, потому что ты, ну, ты просто, ну, так сказать, человек, который не вписался в нашу структуру. И в этом-то вся и будет заключаться схема, потому что, пожалуйста, хочешь жить в рыночной экономике, да живи в рыночной экономике, какие проблемы? Мы тут себе построили как бы так… Коммунизм. Коммунизм. А ты давай, парень, там, медицину плати, там, значит, налоги плати, там, я не знаю, что ты там еще там делаешь, бизнес там, в банках кредитуйся, там, понимаешь? Не вопрос, чувак. Мы тебе, как говорится, этого решать-то не будем. Ну, вот у тебя там вся эта рыночная экономика с либеральными дискурсами. Вперед, дружок. Да, представила этот город будущего, сеть городов будущего, полотнище по улицам, и вряд там Маркс, Энгельс, Ленин, Зыскин. Что ты? Ни в коем случае. А, только Зыскин. Да. Я понимаю, это троллинг такой, понимаешь? Вот на самом деле, знаешь, мне в этом плане нравятся больше эти неизвестные отцы. А, да, не отцы соц. Я не ищу мирской славы. Да. Действительно. Я неизвестно. Причем... С Тургарски вообще хорошо придумали эту идею управления. Так она не придумана. Она на самом деле это все происходит, и оно реально. То есть, вопрос в чем? Что просто основная ошибка это приписывать некую этический императив технологии. Сама по себе технология не является ни плохой, ни хорошей. Она нейтральна. Ее использование, то есть в каких целях ее используют? То есть, атомная энергия может там воду кипятить, да, и значит там с электричества давать, а может убивать. Значит... Нож может раскрыть, может уйти. Окно овертона, это незабвенное окно овертона. Оно может как продвигать идеи всякой херни в массы, так точно так же продвигать идеи каких-то полезных для людей ценностей точно теми же самыми способами. Это не плохая, не хорошая технология. Это просто способ форматирования мозгов. Можно отформатировать мозги в любую сторону. Как говорится, тебе welcome. Поэтому вот это вот, когда начинается вот эта вот суета, я просто, мне смешно, потому что на самом деле, к сожалению, люди... Какая суета начинается? Ну вот с этими вот всеми, что типа человек плох там, человек это... Человек на самом деле отформатирован. Сейчас он отформатирован в плохую сторону. Сейчас он отформатирован в формате НТФС. Он отформатирован в формате винтика для... Вот так. Винтика для конвейера. То есть в него цель образовательных технологий встраивание разъема для получения инструкций. 80%. То есть я в один момент просто как бы осознал именно... Осознал именно смысл разницы между элитарным образованием, воспитания элиты и воспитания обычных людей. Она по сути в единственном заключается. Это элите не встраивают этот разъем. У нее сохраняют присущие человеку изначально возможность, навыки самоцелеполагания. То есть цели человек полагает сам себе. А большей частью людей встраивают разъем, и они уже выучены на беспомощность. То есть он без указаний ничего делать не может. А вот об этом в следующих сериях нашей программы. Ты мне скажи вот только. Ты закончил мысль? То есть я дал тебе возможность высказать всю людей? То есть я никаким образом делал, когда политики тебя сокращал, где дал возможность все сказать. Это мне было важно. Потому что она получилась не очень компактная. У нас получилось здесь часы, даже чуть-чуть больше, с очень длинным вступлением. Но я думаю, что просто основная задача была именно дать полностью высказаться. И таким образом... Я бы все с приседом. Ничего не желаешь? Он ничего в этой жизни не желает. Хорошо человек? Счастья желаю. Счастья себе и людям. Вот. Это хорошо. Очень позитивный финал получился у нас. Ну вот, собственно, Борис Зыскин. Найти его можно снова со всеми его речами в Фейсбуке. Потому что ты больше всего там пишешь, да? Ну да. ЖЖ забросил. Не, у меня как бы есть этот парус 6.11, эта страничка. Ну, туда я пока больше почу, конечно, всякие ссылки технологические. Поэтому снова Фейсбук. Всем, кто хочет почитать все его троллинги. Не, у меня есть ЖЖ, где я выкладываю всякую вот такие лон-риды там. Короче, кто захочет, тот свяжется. Тот свяжется, да. А пока вот так вот и думаю, что может быть, у нас еще есть разные темы. Если повезет, то может быть что-то запишем еще. Да, буду рад. А пока конец этого псевдопрямого эфира. Бархатов, он чем-то, кроме того, что приятный собеседник, он еще, собственно говоря, и собеседник по делу. Его хватает выслушивать. Я не люблю, когда меня хватают. Вот я вот так посижу. Я сразу же говорю, что вот то, что вы сейчас слышите, так как есть, так оно и будет. Это мой принцип таких вот записей, я ничего не решу. Все вот эти вот там, то, что хватало там, телефон, то, что он там говорил, вырежи. Я это не делал, когда мы записывали арбатских посидельцев. Я это не делал, когда мы записывали про кино и все остальное. Я этого не делаю. Это мой принцип, что в данной серии живых эфиров, он должен быть именно живой, такой, какой он и есть, со всеми нашими минусами, с заходящими людьми, там, не знаю, падающими предметами, звонящими телефонами, не знаю, там, пукающими, там, гостями и так далее. Вот как есть, так и есть. Живая, живая жизнь. На этом, думаю, наш вот этот вот видео-лонгрид будет закончен. Так что, кому было интересно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok